И к другим темам. В соответствии с постановлением главы государства о мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности по популяризации изучения иностранных языков Республики Узбекистан, налажена практика обучения работников госорганов. О том, как продолжается процесс внедрения в системе Министерства финансов, расскажет Карина Незамудинова. Практическая реализация приоритетных задач, обозначенных в постановлении главы государства о мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности по популяризации изучения иностранных языков. В Республике Узбекистан началась Министерство финансов. Так, первые две группы по 50 человек, желающие улучшить свой уровень владения иностранным языком, уже приступили к тестовым испытаниям. Они определяют уровень знаний сотрудников. По приглашению Министерства финансов мы проводим тестирование, определяем уровень каждого сотрудника, который хочет повысить свой уровень знаний английского языка. Мы разделяем их по группам, определяем по уровню и начинаем обучение. Каждый этап обучения состоит из трех месяцев. После окончания каждого этапа проводятся опять-таки тестирования. А когда уже сотрудник доходит до уровня B2, он может сдать международного уровня экзамен и получить сертификат международного уровня. Согласно документу, начиная с 1 января 2022 года, сотрудникам всех департаментов государственного управления, имеющим национальные и международные сертификаты по иностранным языкам, дополнительно будет поплачиваться до 20% к заработной плате. Это станет хорошей мотивацией для многих госслужащих. В настоящее время и в последние годы Министерство финансов очень часто работает с документами на иностранном языке. К нам часто обращаются иностранные партнеры. Много поступает документации, в том числе на английском языке. Поэтому организация данных курсов и повышение изучения иностранных языков, я думаю, обязательно положительно повлияет на уровень знаний работников иностранных языков. И в конечном счете повысит эффективность и качество работы с документами, в том числе повысит качество работы Министерства финансов в целом. Агентством по популяризации изучения иностранных языков и Министерством финансов подписан меморандум, который предусматривает проведение интенсивных курсов по обучению иностранных языков. В них свою квалификацию повысят сотрудники Министерства с целью улучшения знаний по английскому языку.